В эфире ОУЮ Радио Хотел быть ведущим на радио, это вообще мечта была, такая молодость, эти ночные эфиры, какие-то звонки и говорить о чём-то, это мега круто, и прям скучаю по тем временам, потому что сейчас такого нет, ты включаешь это радио, это просто какой-то ужас, что касается плейлистов и всего остального. Ну, у нас какая история с радио, у нас для тебя просто расскажу, зрители уже знают. Радио мы взяли, потому что мы любим этот формат с микрофонами, сейчас ещё новые прилетят, будем обрастать оборудованием. Потихоньку я просто надеюсь на группу единомышленников, в которой мы навалимся, сделаем своё радио. Специально не будет профессиональных журналистов в эфире, то есть мы хотели вот именно такие разговоры в гостиной, поэтому ведут их те, кто друг друга хорошо понимают. Вот, а если мы сюда пустим журналистов профессиональных, вряд ли они нам будут как бы бизнесменов понимать. Поскольку гостями в студии в любой из рубрик являются собственники бизнеса или первые лица, то мне бы не хотелось видеть пропасть между журналистами. Да, эти посредники. Да, даже очень талантливые журналисты, не ведя свой бизнес, просто не знают, о чём разговаривать с человеком, который, надо быть глубоко экспертным, проходить те же итерации, чувствовать те же эмоции. Ты знаешь, журналисты это сейчас как это, пятая власть, да, блогеры уже шестая власть, не являясь экспертами ни в одной из сфер, просто палачи рубят налево-направо, шашки машут, хоронят проекты или людей конкретных. Это да, это опасное оружие. Ну, вот видимо речь о том, чтобы захватить себе свою власть, потому что власть неплохо, когда она находится в правильных руках, в руках осознанных людей, которые понимают, зачем я эту власть себе беру. В нашем случае люди, которые, мое глубокое убеждение, люди, которые занимаются бизнесом, фактически отправляют в этот самый момент, когда я говорю, что я открываю свою компанию, отправляют себя на сцену, становятся спикерами в этот момент. С этого момента все, что они делают в своей жизни, это публично, потому что у них есть конкретный зритель, он пробует то, что мой бизнес произвел, а я с ним веду диалог со сценой, и меня видно. У меня еще и мою команду, еще и за них отвечаю. А они, надеюсь, за меня. В очень развитых странах команда отвечает за собственника. Поэтому, если говорить о том, чтобы мы не отдавали журналистам такую важную историю, как наши гостиничные диалоги, когда каждый из нас в своем деле, а также, смотри, риторика. Риторика изначально тоже поставила себе задачу красиво излагать какой-то материал. У меня есть информация, я хочу передавать другому лицу, как я это сделаю. Вот риторика отвечает на вопрос, как. А я предлагаю, поскольку мы обязаны быть опытными в том, как излагать свои мысли, я предлагаю вспомнить, что лучше всего излагает свои мысли человек, который экспертен в вопросе и любит то, что он делает, не стесняясь. То есть не приветствует свою любовь, а он ее показывает. Все, с этого момента его интересно слушать, что бы он ни говорил. Сейчас радио в разговорном формате, а дальше я хочу пойти, здесь добавив камеры. Мы уже проговорили с ребятами этот вопрос. То есть мы будем вот туда к доске идти, мы будем светить на столешницу, то есть мы можем здесь с тобой в режиме реального времени что-то тут создавать или тестить, рассказывать. Микрофоны в этом случае мы прикрепляем уже сюда. То есть это такая медийная лаборатория, где, как видишь, от радио у нас остается звук, вкусный микрофон и вот этот разговорный формат. Но все остальное это уже мы берем что-то из театра, мы берем что-то из оффлайн-воркшопс, какие-то воркшопы вместе проводим. Мы что-то берем у телевидения и это вместе предприниматели используют для того, чтобы... Теперь главная история. Создание радио это про то, чтобы предприниматель мог говорить с предпринимателем, где бы он ни жил. Языки вещания русский, украинский, английский пока три определены. Пожалуйста, если вы владеете одним или всеми тремя языками, добро пожаловать в студию. Радио можно использовать, то есть завтра, если ты захочешь вести свою авторскую передачу, пожалуйста, ты можешь приходить и вести свою авторскую передачу. Мы полностью инфраструктуру предоставим, поможем, это можно организовать. Это инструмент для предпринимателей для того, чтобы разгореться аудитории. Честно говоря, у нас не очень много времени на то, чтобы организовывать ивенты живые. А самое обидное, когда на ивенте мы сильно изливаемся, мы плотно очень даем информацию. А нас слушает до тысячи человек, сколько поместилось в зале. Хочется, чтобы слышало больше в эту же единицу времени. Опять же, вести блоги. Блоги все требуют раскрутки, социал-медиа-маркетинга. Это то, в чем мы непрофессиональны. И становясь, даже нанимая для этого профессионалов, мы снова сталкиваемся с очень простым вопросом. Тот SMM-менеджер, которого мы пригласим, даже супер-класса, не будет разделять наши с тобой ценности. Проанализировав все это за много-много лет, я понял, что мы сами себе риттеры, создатели контента, сами себе SMM-менеджеры, сами себе ивент-маркетологи. И все это вместе можно соединить только вот в таком формате. Я согласен с тобой или все-таки нельзя объять необъятное, ты не можешь быть всем. И, конечно же, здесь уже вопрос делегирования и команды. Ты начал от того, что любой бизнес – это не просто его основатель, это та команда, которая объединяется все-таки вокруг ценностей, которые транслирует создатель. И поэтому, если там уже попал человек в команду, исходя из ценностного подхода, осознанного какого-то, не случайно, просто по объявлению, то есть шанс, что все-таки он разделяет ценности. Это всегда там проявится в какой-то перспективе. Ну и, возможно, такому человеку уже можно доверять какие-то части, часть работы. Вот. И насчет риторики. Сразу там в риторике хотел сказать, что все-таки качество и красота речи и вообще речь, ты помнишь же, как говорится, да речи, это нечто особенное, это таинство, это вибрации. И это нечто особенное. И я заслушиваюсь людьми, которые говорят красиво, потому что это магия, это реально какая-то энергетика. И красивая речь – это высокие частоты, высокие вибрации. А сам-то, сам-то. А некрасивая речь – это низкие вибрации. И, соответственно, вот в этом и есть таинство, да, вот насколько человек может выскочить там из своего происхождения, не знаю, там района, где он путем там работы над собой, чтением, там присоединению к искусству чему-то делает, он это не делает. Поэтому это непростая речь, да, мало быть увлеченным, мне кажется. Еще это большая работа над собой, нужно расти, там, соответствовать своей мечте, своему увлечению. Вот как-то так. Ну, это ты про внятное изложение мыслей, даже с целовейшим материалом. Да, ты можешь просто быть не в состоянии. Не в состоянии рассказать. Да, потому что ты родился где-то, где словарный запас 400 слов, тебе его дали. Ты как, ты увлеченная личность, изобретатель, талантливый. Ну, блин, 400 слов мало, чтобы что-то сказать и донести. Поняли? Ну, как-то так. Руслан Буряк у меня сегодня в гостях. Добро пожаловать в студию и в радио. Я предлагаю тебе сосредоточиться. Смотри, мы вокруг такой темы сегодня можем побыть. Поскольку это свободные диалоги, это второе за то, что я люблю радио. Он позволяет нам с тобой не сильно заморачиваясь, просто беседовать. The hard thing about hard things. Это слова Хоровица или Горовица. Бен, уважаемый очень дядька, инвестор, предприниматель. Много сделал толкового в мире, многих променторил. И продолжает это делать, инвестировать, учить, создавать качественные бизнесы. Но бизнес, если ты помнишь, с американского переводится как просто «дело». Поэтому, да, я ему сразу напомню, что предприниматель – это тот, кто делает, действует. Предприимчивый человек. Кто он, дирижер оркестра, художник, владелец ресторана или создатель прекрасных светильников, я не буду выбирать. Он для меня, для всех этих людей, для меня предприниматели. Очень хочется, чтобы вы были мастерами своего дела. И вот тут есть некоторый подвох. Потому что, как только человек, создав свое дело, определив свою страсть, начинает к ней двигаться, такой выстраивается жизненный путь, он понимает, что его мастерство бесконечно может расти. Он в поисках среды, где он это мастерство может развивать. Среда зачастую вокруг воспринимается как очень агрессивная. Просто буквально с того момента, когда не получается вовремя сделать то, что ты задумал. Первый раз столкнулся с тем, что ты не вовремя или недостаточно накопил первичный капитал. Или вот это накопление первичного капитала начинает затягивать тебя вообще с головой. И ты тогда вообще отказываешься от основного, от ключевого. Об этом я просто позже не буду спойлерить. Так вот, тяжелый разговор о тяжелых вещах, перефразирую вольно, хоровица. Это тема сегодняшней рубрики. И вот ты для меня гость, который занимаешься тяжелым делом, трудным делом, давай так, тяжелым это, трудным делом. Занимаешься с какой-то искрой все время. Я не скажу, что спокерфейс, ты достаточно открыт в эмоциях. Но, слушай, у тебя получается создавать абсолютно точно ощущение у людей, которые работают с тобой, что, ну, во-первых, все хорошо, во-вторых, мы идем туда, куда мы должны идти. И, ну, давай так вот эти две вещи. То есть я про команду и я про потребителя. Про потребителя, про людей, которые стали клиентами, друзьями твоего бизнеса. А у тебя на данный момент два ресторана официально и наверняка очень много проектов, которые, в общем, наверное, не звучат. Ну, ты как или иначе глубоко ими увлечен. Я не обязательно про приносящий доход. Насколько вот несколько бесед у нас с тобой было. Я понимаю, что ты не классический коммерсант, который, да, открыл, прописал бизнес-план, прописал финансовый план, вышел на точку безубыточности, вышел в прибыль. А все, честно, заработанные деньги вдруг вкладываешь в какой-нибудь отдых на берегу моря и все. И вот на этом все. И семья очень рада, потому что, да, вот ты же нас обеспечиваешь, хотя я знаю, что вы с милой и любимой женщиной делаете дело вместе вообще, семейный бизнес. Слушай, ну что происходит? Как, насколько легко или трудно создавать такое впечатление? Потому что я точно знаю, что трудно. Это впечатление или это все нормально? Среда не агрессивна, трудности, наоборот, вызывают улыбку. Что, что, что? Почему ты такой счастливый каждый день, когда я тебя встречаю? Ну да, это, конечно, все звучит интересно. Я думаю, что все, что можно там разделить, что мотивирует человека вообще, ну, начать с того, какие мотивуют заниматься тем или иным. И, к сожалению, большинство людей, рожденных в Советском Союзе или рожденные родителями, рожденные в советское время, были заложниками такой истории, как все не хуже, чем другие. И поэтому у нас, к сожалению, все продолжается так и делается. Вот. Как все не хуже, чем другие. И только это является мотивом. То есть, почему ты решил стать поваром? Ну, потому что все пошли стать. Почему ты айтишник? Ну, все же, сейчас же мода свалилась. Почему бары открываются? Ну, молода ж приехала, все открывают бары. Почему ты рестораты? Кофейни. Потому что все не быть хуже. А ты понимаешь, эта дорога не туда, куда. Потому что все-таки мне очень нравятся тут ответы на все вопросы в этой фразе. Высшая сила через наши таланты подсказала нам наше предназначение. И не нужно ничего другого придумывать. Мы здесь для того, чтобы там, для нашей духовной эволюции и для социальной реализации. И мы родились в социуме, мы должны реализовываться. Но чем заниматься? Это не просто так, о, давай, есть ниша, давай шарашить. Есть ниша, тут есть, кому можно это втюхать, тут я знаю, кого привести. Такой подход, ну блин, ну это куда, это неинтересно. Все-таки 2018 год сейчас. Интересно все-таки заниматься тем, вот как я сказал, исходя из своего, там, как искать свое предназначение. Через свои таланты. Все, то, что у тебя получается лучше, чем у других, ты должен эту тему качать. И вокруг нее строить свою историю и свой бизнес. И в этом есть осознанность, там, найти, начать думать, вспоминать, встречаться с мамой, бабушкой. А что у меня в детстве, мы же забыли вообще, кем мы были, что нас делало счастливым. Только вот эти вещи, которые, там, именно, отличают нас от другими, если мы будем их пользовать и ими заниматься, они будут делать нас счастливыми. И, а наша задача быть счастливыми. Ну, мы не пришли сюда страдать. Нам там, может быть, там, как-то и навязывают эту историю, что там где-то воздастся. Ну, я думаю, что можно и здесь быть счастливыми через реализацию социальную. Вот. Именно через свое предназначение. Так долго вокруг этой темы вожусь, что это не просто так, что вот ты это поймешь. Надо пробовать, конечно, и то, и то, и то, и то, и то пробовать. Вот. Поэтому любой бизнес – это отражение ценностей его создателей, как я уже говорил. И, соответственно, исходя из этого, там, собирается команда. И люди подтягиваются под ценности. И дальше клиенты точно так, они сегментируются. И удивительно, мы можем говорить про конкурентный рынок. Наверное, американский рынок самый конкурентный в любой сфере товаров, производства и услуг. И о конкуренции в Украине вообще говорить не о чем. Там толковых ресторанов на всю страну на пальцах двух рук даже меньше. То есть о какой конкуренции мы говорим? Их сотни тысяч, но это посредственных вещей. И посредственных, потому что люди рассматривают это как инвестиционный проект. Вот есть сумма, давай про это проинвестируем. Без поваров, без идей, без ценностей, без ничего. С другой стороны, вот такие инвесторы, все же открывают рестораны и бизнес. Никто же не вдумывается, какая там рентабельность, какие риски и все остальное. С другой стороны, от чего? Невостребованная публика, которой все равно, что потреблять. Неважно, что пить, что есть. Сейчас очень такое время какое-то романтично-грустное. Вот с одной стороны, вот такие там романтики предпринимателей, которые там через нишевый подход. С другой стороны, гости неразборчивые. Там, если говорить о более развитых рынках и обществах, то там все больше и больше, я не говорю про глубинку, про столицы осознанного потребления. Когда клиент выбирает той или иной товар или услугу, исходя из ценностного подхода. То есть, кто это создал? А второй вопрос он задает себе. Почему он это делает, этот человек? И он идет покупать хлеб конкретному человеку, пекарю, понимая не просто его имя, а почему он это делает, какими ценностями он руководствуется, для чего он это делает, в чем его реализация в этом проекте. Не просто рубить деньги, ну зачем мне это нужно? Мне это неинтересно. Мне хочется поддержать какую-то идею, какую-то ценность. Вот я так выбираю там. И точно так я строю свой бизнес, исходя из ценностного подхода. И когда мы там начали уплотняться в мышах и появилось, мы начали взрослеть, нам неинтересно было делать джаз for fun, нам интересно делать не просто еду, как функцию, не просто варить кофе в даблдейкер, как функцию, взбодриться. А захотелось делать больше, еда как эстетика, которая как поход в галерею, послушать классическую музыку. Все классическое, литература, музыка, все, что связано с искусством, оно развивает человека, формирует новые нейронные связи. И вот здесь у нас появилась цель, как миссия, это формирование нового человека. Ну как бы это громко не звучало, формирование новой элиты страны. Через вот такой осознанный подход, через ценностный подход, через еда может быть тоже предметом искусства. Еда на каждый день может быть предметом искусства. Потому что ты ешь ординарные продукты, приготовленные нестандартными способами. Это не просто красиво, не просто вкусно. Ты задаешь себе вопросы, почему так, почему в другом месте не так. И ты начинаешь думать, мы же 80% своего времени жизненного на автомате. Бахнули, выпили, побежали, еще куда-то там, куда-то. Смотри, формирование человека через осознанное потребление. А сколько человек ты поставил себе целью сформировать? Сколько людей проходит в месяц через вас? Ну я так, в принципе, могу примерно прикинуть. Месяц. Не знаю, в месяц, там 10-15 тысяч человек. Проходит в месяц 10-15 тысяч человек. Да. Есть ли возможность высчитать, или не знаю, ну это не всегда трудно. А сколько они возвращающихся, то есть вот тех, кого... Потому что формировать человек еще за один раз. Я думаю, принцип Парета работает ли он в случае. 20% клиентов делают 80% продаж, и поэтому... То есть где-то так... Да, я не думаю, что мы что-то ломаем эти логические цифры. Супер. Вот с этим ядром, который по сути согласился через одну, но как будто бы простую, она не простая, через одну услугу. Такой человек, который вновь и вновь выбирает осознанно... Хотел сказать, есть, но он же не только ест, он эмоции пьет, и общается, и там все вместе, и сидит как-то, и, наверное, читает, и... Там все вместе. Вместе, слушай, ну какая красота. Ну вот тебе достаточно, или ты жадничаешь, тебе вот эти 20% мало? Конечно, мало. Конечно, мало. Вот почему? Что такое критическая масса, ты за ней какой-то стремишься? Мы просто недавно с тобой столкнулись вокруг разговора, коснулись разговора о развитии города, среды. Вот я прямо об этом могу сегодня с тобой разговаривать. Слушай, если осознанно потреблять будет сколько человек? В этот город возьмем Днепр, сколько у нас здесь там 900 тысяч человек живет в городе? Ну, если выйти на улицу, мне кажется, гораздо меньше. Знаешь, какой процент сумасшедших людей? Сколько тебе надо, чтобы они осознанно потребляли? Слушай, я... Все 900 тысяч? Слушай, амбиции. Понятно, что этого никогда не будет в какой-то перспективе. Ну, хочется... Вот прям каждый, да? Мне некуда спешить. Мне кажется, что мне... Вот это общество счастливых людей, которые осознанно выбирают профессию, осознанно выбирают спутников жизни, особенно выбирают место жизни и рождения детей, которые делают все осознанно. И это не есть что-то сермяжное, правда жизни, что это плохо, а это в кайф, понимаешь? Когда ты получаешь удовольствие от каждого своего выбора. Это твой выбор, не чей-то навязанный, понимаешь? Хочу брать микрофон. А, окей, хорошо. Вот так, да? Окей. Вот. Поэтому общество счастливых людей, когда каждый занимается любимым делом, и все вокруг любимое, да? Если им это не надо, мы же не вобьем? Они не знают, что им это не надо. Они... Ой, я сегодня как раз с утра и думаю, слушай, ну хорошо, есть сложный кейс. Легкий кейс, который ты говоришь, это 20%, которые уже... Они евангелисты, они тебя слышат, сразу схватывают, говорят, спасибо, что ты это сделал. То есть до тебя мы так не могли, а ты сделал это. Спасибо огромное. Мы теперь всем будем рассказывать. Средний кейс – это тех, у кого нет времени. Он вроде разделяет твою... Но у него нет времени попробовать результат. То есть он говорит, класс, слушай, молодец, держись там, да? У меня тут средний кейс, потому что тоже им хочется же поделиться, пообщаться. Вот я к таким отношусь. Я не часто, я не заезжаю к тебе, не кушаю у тебя. Понимаешь, какая история? То есть я это сделаю там очень редко. Хотя вот когда ты об этом размышляешь, для меня это очень-очень близко. Ну вот я не выделяю на это время. И сложный кейс тем, кому, даже услышав про то, что ты делаешь, да оно мне не надо. Они живут в городе. Конечно. Слушай, ну на самом деле все придумано до нас. Да, Амар Хаям говорил о том, что лучше быть одному, чем с кем попало быть. Лучше быть голодным, чем что попало есть. И это все отмазки по поводу... Ты понимаешь, если человек понимает, что ему нужно взяться за какую-то тему и заморочиться, блин, тогда это нужно переносить на другие аспекты своей жизни. А это не хочется. Так хочется говорить о том, что жизнь дерьмо, во всем виноваты все вокруг. Я прошу прощения. Я хотел спросить. Вдруг ты решал для себя вопрос? Да. Можем, кстати, отойти и вернуться? Нет, нормально. Решал для себя вопрос. Мы с ними что-то будем делать? С этими людьми? Есть какой-то... Только личным примером. Только ничего. Ну, плесать перед ними, что ли? Они смотрят на тебя, они слышат тебя, точнее, но не слышат, они хотят за тобой идти. Им твой пример? Да до одной ручки. Ну, слушай, вот то число единомышленников, которые есть, вот только через вот эту историю, те, кто понимают, намаливают, никак по-другому. Там даже за руку возьмешь, приведешь, будет только блокирование, какое-то противостояние, потому что, ты понимаешь, там вот апологеты какой-то истории, люди-заложники какого-то своего исторического опыта, не дай бог что-то поменять, потому что... И, конечно, наш рост, вот наш личный рост тех мышей, ты не представляешь, вот как было вот те изменения, я тебе тогда рассказывал, что к нам приходили, комкали меню, бросали в лица официантам, или вы будете делать то, что раньше делали, или мы не будем к вам ходить, до такой степени. Ты понимаешь, насколько люди не были лаяльны и не готовы принимать изменения кого-то и рост чей-то, потому что, если кто-то растет, и это признать о том, что это положительный рост, интересный, качественный, это тебя задевает, как личность, тебе тоже нужно поднимать задницу и расти, чтобы соответствовать. Как ты с парнями работал после этого? Понимаешь, да, их реакцию, там, имя, в лицо? Ну, конечно, это было, они были... Они к тебе же, или они сами справлялись, как там с характером? они ко мне не пошли, они стали на сторону гостей, потому что они сказали... Они примерно вот подавали такие знаки, не все, но примерно... Мы сами не знаем, что произошло с нашими отцами-основателями, матерью. Похоже, они сошли с ума. У нас же очередь была на входе, что они делают, не знаем, мы сами в шоке. Это вот если там без вот этих пи-пи-пи, вы же не запикиваете, нет? Поэтому вот как-то так. И поэтому нам пришлось объяснять нашим сотрудникам, что мы делаем, куда мы идем, зачем мы это делаем. И нам пришлось говорить, хоть мы и ресторан, о миссии, видении, о ценностях. Держи мне, пожалуйста. Смотри, это вот будет сейчас... Не прописано это на уровне ощущений, это не то, что у нас висит на сайте, как большой корпорации. Как будто мы вообще только что... Это то, что я отчасти сказал, это развиваться самим, давать возможность развиваться нашим сотрудникам и давать новый безупречный опыт для наших гостей. И тем самым через вот эту всю историю, через еду как эстетику, формировать новую элиту. И вот это вот такая вот еда не просто как еда. И ты понимаешь, вот эта история, мы хотим стать вообще... Не просто ресторан мыши бляхера, не просто где-то, а мы хотим стать терруарным рестораном. Что это такое? Это вообще моя миссия терруарная. Вернее, такая мега цель. Терруарность подразумевает не просто работать с местными продуктами, сезонными продуктами. Терруарность тотальная. Это посуда сделана местными гончарами, мебель сделана у местных мебельщиков. Все сделано внутри. И когда ты растешь и развиваешь свой бизнес, ты вовлекаешь внутреннюю локальную комьюнити в этот рост, давая им работу через сотрудничество, через все остальное. И ты развиваешься сам и развиваешь то место, где ты живешь, работаешь, тот город, в котором ты работаешь, чтобы о нем говорили, в том числе через призму твоего проекта. Тем самым, вот мне кажется, вот здесь вот эта ценность, ты понимаешь, не просто так говорят, где мы родились, там мы пригодились. Вот все-таки я в это верю. Все люди, которые уехали из этой страны, из этого города, из этой страны, я ни одного из них не видел. Они все тоскуют, они все ностальгируют, они там не смогут, они там чужие, они приехали в совсем другую историю. А у нас сейчас огромный кайф, что мы эту историю можем строить своими руками, потому что тут невероятный, тут просто такая среда для этого всего. вот все есть для того, чтобы о городе заговорили, через призму наших трушных, таких индивидуальных проектов, которые объединятся вокруг какой-то идеи. Вот как-то так. Для материализации нужно совсем другое, стесняюсь сказать. Классная команда и отличная вот эта, это сейчас нас очень сильно драйвит процессы. Мы хаб воспринимаем как часть экосистемы города и никак иначе. И несмотря на сложность коммуникации между стейкхолдерами, карту стейкхолдеров мы для себя очень четко прописали, поняли, поняли, кто лидеры мнений в каждой группе, наладили с ними отношения, язык общения действительно очень разный с каждой из групп. И самое приятное было обнаружить, что на город влияет такое количество неживущих в городе людей, в том числе, вот ты упоминал сегодня те, кто отсюда уехали, они про город думают едва ли не чаще, чем те, кто здесь живут. И это группа стейкхолдеров, с которой коммуникация не налажена. Основная задача хаба, потому что я не против, когда люди уезжают, потому что это важно, получить образование международного класса. Это классно получить опыт, это классно увидеть мир, это классно сделать попытки, удачные и неудачные, себя там проявить, поставить, завоевать. Технологические компании зачастую это получается лучше. После этого основная задача хаба, это мост. Не катапульта, где, как мы думали раньше, года четыре назад, мы думали, что хаб это катапульта или трамплин. Люди приходят в хаб, набираются поделенных знаний, в какой-то момент слушают правильного спикера, попадают в правильную акселерационную программу, и как из катапульты, выпуливаются за пределы страны, и в неком лучшем мире достигают результаты, становясь счастливыми. Представляешь, такая миссия была? Сейчас мы очень четко для себя понимаем, что хаб это не катапульта, это мост. По этому мосту можно прогуляться спокойно, и он не закрыт, по нему так же гуляешь обратно. Чем легче, и мы налаживаем сейчас трафик по этому мосту, чтобы гулять долго, иногда лениво, даже обратно гулять. То есть нам сейчас задача, чтобы человек мог мгновенно переноситься, тышь, тышь, Украина мир, и в этом вот часть нашей миссии, что мы считаем украинцев людьми мира, исходя из генофонда, исходя из потрясающих возможностей растущего рынка, о котором мы говорим. Вопрос? Да. Представь, что ты проспал 30 лет, ты просыпаешься в городе Днепр, и идешь по нему. По каким трем параметрам, у тебя есть достаточно времени изучить, несколько дней есть изучить, что изменилось в городе, по каким трем параметрам ты поймешь, что он, этот город, эволюционировал вот к тому культурному и осознанному городу, о котором ты мечтаешь, над которым ты работаешь. Три пункта, по которым ты поймешь, заметишь, что город изменился. Ух, такой вопрос. А есть правильный ответ, да? Нет. Нет правильного ответа, хорошо. Знаешь, там, сейчас социальная сеть, это там, Facebook, Instagram, все остальное, но настоящая социальная сеть, это улица, эти люди, встречи, которые вот, то, что мы там забываем. Вот именно по людям, которых я встречу на улице, вот, мне кажется, люди на улице, а давай, что на них не так? Что иначе? Слушай, во взгляде, по крайней мере, они не смотрят под ноги, не несутся и бьются об столбы и об деревья и друг от друга. Они прогуливаются, вот, по крайней мере, не пытаются убежать от себя, а идут навстречу к чему-то хорошему. Защитный ответ. второй момент. Второй момент. Слушай, на самом деле, если говорить про город, то следующее, это сама инфраструктура, вот, и это город. Вот что ты заметишь, отметишь? Что я отмечу? 30 лет прошло. 30 лет, это, знаешь, как вот, разруха в Детройте, там, или, например, восстановление, когда все окна целые, дома покрашены, улицы выметены, деревья, газоны пострижены, в парках резятся дети и старики танцуют. Вот, вот, как-то вот, именно инфраструктура, инфраструктура, что... Есть где резвиться, есть где танцевать, есть тому, кому делать чистыми улицы, и они очень чистые. И третья вещь, это вот, не знаю, как, вот, если посмотреть вторую сторону, это, насколько можно будет оценить, вообще, бизнес-среду, насколько, сколько здесь офисов, ведущих компаний, локальных, украинских, мировых, кто сюда появился, кто, кто здесь вырос, кто построил здесь, что-то такого рода. Например, все мировые лидеры стараются быть в мировых столицах, да, этого мира, там, в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, вот, Гонконге, не знаю, где-то, вот, Днепр, да, чтобы это не Нью-Васюки, а что-то такое реально. Поэтому, можно давить им, какие, все-таки, по каким параметрам, как бизнес-среда, если она здорова, и она интересна для мировых лидеров, брендов или лиц, в конкретном городе, в конкретном регионе, как она подает сигналы, вот, по каким сигналам ты считаешь, все-таки, что бизнес-среда здорова? Бизнес-среда здорова, ну, не знаю, офисы корпораций, компаний. То есть, ты идешь по улице и видишь вывеску, что здесь находятся, да, первоклассные компании, в любой сфере, там, юридической, в индустрии, металлургии, нефть, газ, машиностроение, не знаю, легкая промышленность, еще чего-то, да, пускай это даже бренды какие-то локальные, которые выросли до транснациональных корпораций, еще чего-то, это, ты понимаешь, это все демагогия, конечно, я отчасти, это тот, нет, 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 мы сейчас как раз постараемся с тобой найти, смотри, мы же оба сторонники результата, да, то есть, это не про процесс, это условный футуризм, который я сейчас тебе предложил, вот это ментальное упражнение, по сути, мы не поймем, как мы с тобой выстроим роудмэп, а мы сейчас с тобой, похоже, ввязываемся в очень интересную рабочую группу по смарт-сити, экшн-плэнни, сделаем какой-то свой кусок работы, но так нам нужно понимать, мы куда это все приводим. Ну, тогда если про цифры это говорить, это количество жителей в городе, то через 30 лет это там 3-5 миллионов, средний возраст этих жителей, это 25-35, не знаю, там 25, не знаю, 35-45 лет, и дальше продолжительность жизни в городе, ну, вот вроде бы такие общие понятия, количество мелкого, среднего бизнеса в штуках, компаний с оборотом, конкретным, понятным, вот, количество парков, предметов искусства, галерей, театров, музеев, на душу населения, вот, и вот это все, то есть, конечно, в мечтах это, то есть, жители Украины хотят жить Днепропетровске, а у нас квоты и лицензии на право проживания здесь в городе, потому что город не может принять больше через 30 лет, и ты стоишь в очереди, чтобы переехать в Днепр, ну, такая фантазия вообще футуристическая. Интересный показатель, так, квота. Слушай, я могу такое нафантазировать, поэтому останови меня. Оно, оно, нет, мы не можем, потому что из того, что я заметил, вот люди на улице инфраструктуры, бизнес-среда и в итоге проектный менеджмент и конкретные рабочие группы, к сожалению, не создаются, потому что футуризм запрещен. Окей. В нашем возрасте запрещен, наше сложное время запрещен, хватит фантазий, хватит демагогии, давайте делать здесь, сейчас, так мы делаем здесь, сейчас, ребят, без футуризма, здесь, сейчас, это тупиковые штуки. Согласен. Это как лошади шоры на глаза повесить, пошла, миленькая. Куда я иду-то, эта лошадь-то не видит, поэтому нам нельзя, нам шоры сняли, предприниматели, это как раз самые футуристичные ребята, кроме того, чем они отличаются от действительно просто фантазеров, тем, что они в состоянии своей экспертизы подтвердить как минимум вектор, как максимум конкретно и замерить результаты того, что вектор был выбран верно. И последнее, предприниматели я люблю за то, что если они видят, что вектор выбран неверно, они не стреляются и не вешаются, а переписывают план, принимают на себя ответственность, что мы шли не туда, делают четкие выводы, назначают новые KPI и двигаются дальше. Абсолютно точно. Удивительная история, правда? Это самый сильный класс в стране, это люди, ну, деятельные, абсолютно точно. Слушай, ну, спасибо огромное, вот здесь, в этой футуристичной картинке, ее можно стесняться, просто потому, что, как бы, да, в общем, не особо принято заниматься футуризмом в бизнесе и в проектном менеджменте. Однако, я настаиваю на том, что это полезное ментальное упражнение, если за ним, мы там, за рамками эфира, например, садимся и прописываем уже roadmap, разбиваем, декомпозируем каждую задачку, выставляем таски, смотрим, хватает ли у нас ресурсов решить, конкретный таск, ставим себе дедлайны, что вот эти 10 тасков мы можем сделать за месяц, делаем, ну, и так дальше. Вот непонятно, но от чего-то я должен наталкиваться, кроме своего желания увидеть. Ну, просто если там спуститься на такой уровень и сказать, на уровень бизнеса, что государство, область, город, это бизнес-проект, это компания, где правительство, это менеджмент, нанятый гражданами. и если менеджмент не устраивает, нужно выбирать новый менеджмент или становиться самому, управлять компанией, а не быть таким диванным акционером, это все истории. Вот, и если мы говорим на уровне города, то город как бизнес-проект или как компания с точно такой иерархией, как государство, и компания воспроизводит определенные услуги для горожан или продукт какой-то, там, качество жизни, инфраструктуры и всего остального. И этот продукт, он или конкурентен, или не конкурентен. И вот сейчас Днепр, как это не грустно при всем потенциале города, он довольно-таки не конкурентен многим другим городам. И это за счет кучи объективных и субъективных факторов, но так оно есть. И, конечно, это не есть правильно. И мне кажется, город Днепр реально сделать очень конкурентным, конкурентным именно с точки зрения привлекательности труда и быта горожан. Это про конкретную стратегию на ближайшие три года, при том, что очень четко видны цели на 30 лет. 30-40 это обозримый период. Без стратегии кто мы, куда мы идем и что мы делаем, конечно, это невозможно дальше строить. Стратегия, затем команда, затем четкий проектный план с отслеживанием роста экспертизы команды. Тот тема образования, которая меня очень волнует. И обязательно нужно учитывать, что когда работает какая-то команда, ну, как в бизнесе, ты отслеживаешь, у тебя работает команда. Есть цель, есть ценности, которые эту команду объединили, есть KPI, в котором вы отслеживаете эффективность своей команды, есть вокруг все прочие люди, среди которых есть те, кто принимает то, что ваша команда производит, и те, кто не принимает, не пробует даже то, что ваша команда производит, но эти люди также есть. И вот если говорить про государство, область, город, как проектные организации, у меня есть такая очень простая идея, на которую мы можем с тобой влиять, ведь организационные структуры есть очень разные. На данный момент времени та же Украина организована вертикально. Даже если рассматривать, что чиновники, это проектные менеджеры, которые наняты на выполнение определенной работы, то в любом случае, когда будучи нанятыми, начинают руководить, испускать сверху решения, которые приняты, и включать регуляторы, которые обязывают этим решениям подчиняться. правила, которые принимают эти люди, действительно априори верны, нарушая их, это нарушитель. Мне такая структура организации кажется правильной только в одном случае, если вот здесь дети малые, то есть уровень экспертизы остальных людей, которые не выбраны проектным менеджментом, значительно ниже, а уровень экспертизы всегда связан с уровнем сознания, значительно ниже, чем у тех, кто принимает решения. Тогда если у нас есть дети малые, есть у нас родители, ну и организационная структура понятная. Я к чему хочу привести то? Я уже вижу, что то же самое количество в людях, чиновников, то же самое количество есть в представителях креативного класса украинцы, это одинаковое число людей. количество чиновников, количество людей, которые относят сами себя к креативному классу, если предпринимать, ну и различные деятели, я синих перечислял, равно. Уровень их сознания, ну я бы поспорил, у кого даже шире, кто мыслит глубже, кто менее зашворен, кто лучше понимает детей малых. Дети малые это неплохо, да, я детей очень люблю. Дети малые это просто те люди, которые в силу разных причин не осознают всей степени задачи меня как человека. Я живу, работаю, люблю свою семью, я нахожусь на этом уровне. Со всем прочим, у меня просто нет среды, в которой я бы понял что-то большее. Например, что мне бы неплохо создавать произведение искусства. Или сейчас самое время научиться профессионально слушать музыку классическую, например. Ну и так далее. То есть нет побуждающих факторов в среде еще. Так вот, если я как представитель креативного класса буду делегировать проектному менеджеру, находясь снизу, чиновнику, буду делегировать, пожалуйста, включи в среду те инструменты, которые помогут 80% населения страны сдвинуться в пользу более осознанного общества, то боюсь, я буду делать очень долгую и бессмысленную работу. Если я сам как креативный класс начну добавлять в среду эти вещи, я достигну результата очень быстро и тем самым помогу изменить, потому что мы все равно сильно выбираем чиновники, новые вырастают отсюда. Мы вот так влиять можем. И поэтому вот эти ротмэпы, которые сегодня, они не ротмэпы, которые мы написали и принесли этим ребятам, среди которых, кстати, много молодых чиновников, сейчас действительно очень толковые с хорошим образованием люди, с раскрытыми глазами, и честно говоря, они вообще, ну они не про воровство, вот они про другие мифы, их очень немного пока, так в сравнении. Когда они есть, меня честно говоря радует очень. Но вообще все равно не для них ротмэп принести придется. Ротмэп мы пишем сами для себя. Я сейчас за создание рабочих групп и гайдлайнов, потому что я понимаю, что вечно заниматься не могу, даже городом Днепр. Но мне интересно написать гайдлайн, по которому завтрашний следующий Демьян, который появится здесь, он может взять гайдлайн, продолжить по нему трудиться, влияя сюда, влияя сюда. Я нарисовал простую картинку, главное, что я уже точно предлагаю отрицать вот эту историю. Там у нее еще есть какая проблема, креативный класс, сидящий здесь, в этой ментальности, он вот здесь, внутри взаимодействует. Вы видите, как она оторвана? В этом кругу оторвано все. Вот это все наблюдает. Мы сами выстраиваем пропасть всяческими недовериями, отсутствие коммуникации между всеми стейкхолдерами, приводит к тому, что все равно один из стейкхолдеров занимает лидирующую позицию, точнее, не лидирующую позицию, а деспотичную позицию по отношению, одностороннюю. Мы не должны это делать. И тогда твой ресторан общается с 20% людьми, людей. Это вряд ли влияет, даже если вот эти 20%, они классно и осознанно дальше живут, это никак не влияет на изменение ситуации в целом. Помнишь историю про эффект сотой обезьяны? Так. Помнишь, да? Да. Про то, что критическая масса какого-то знания. Ну, тут задача, конечно, не в буквальном, а переносном смысле про критическую массу. Но ты понимаешь, чем больше поднимется уровень осознанности, образованности, тем к людям придет понимание, что государство категорически не выполняет свою роль. Если оно находится в иерархии вот такой. Если оно горизонтальный, все хорошо. Все хорошо. Потому что вот здесь сейчас большой круг вот этот, поменьше креативный класс, поменьше чиновники. Фактически мы придем к ситуации, когда ну, это я просто три круга нависал, но они должны стать одинаковыми и перетекающими один в другой. Это мы тоже наблюдаем уже в развитых странах. Временная ситуация, временная ситуация. Мы все находимся по сути в течение очень короткого, в течение пяти лет, если замерить, каждый человек он и здесь, и здесь, и здесь перебывал. Проектный менеджмент, то есть буквально горожанин, который в развитой стране берет на себя задачу проектный менеджер моего двора, все, при полной автономии этого двора, вот его роль. Делает бизнес, понятное дело, потребляет продукты другого бизнеса, понятное дело. Это такая ролевая структура и ты получаешь в том числе какую-то реализацию через роли, которые сам на себя берешь или тебе делегируют. Так давай остроумно предложим, раудмэпы просто все пишут очень серьезно, вообще все учатся очень серьезно, ты, конечно, встречал образование, где все хохочут, одинаковый уровень знаний, глубина знаний, да, но всем весело учиться. интересно и весело. Понимаешь, вот оно же, то есть не специально устроено отдельное шоу, мы поучились серьезно, а потом пошли на автопати, оторвались, обсуждая какую-нибудь муть, выпивая алкоголь, поэтому нам весь, это не тот способ повеселиться, я считаю. Я предлагаю прямо внутрь образования добавить не просто игровую форму, это тоже хорошая история, дитеймент, но я говорю о том, чтобы люди, которые приходят писать ротмэпы, вот мы с тобой в частности, должны срочно перестать общаться серьезно, ну хватит уже, ну сколько можно, ну слушай, мы так и помрем серьезными минами. Ну, тут очень тонкая, однозначно, ну, тонкая грань, потому что я только за хороший юмор, да, и отчасти это говорит об уровне развития человека, если он умеет, понимает юмор, умеет шутить в тему и когда это нужно, но ты понимаешь, один из инструментов системы через юмор, в кавычках юмор, через такой low humor обесценивать любую ценность, любого подхода, и вот здесь есть риски, чтобы это и юмор не стал, хорошее препровождение не стало там целью, само собой, а конкретный продукт, поэтому пока я не забыл, я вспомнил такого чувака Райан Дейс, и у него есть такая история, оценка ценностей, там, товара или услуги, бренда или чего угодно, это упражнение для создателей бизнеса, проекта или чего, либо на этапе создания, или уже когда ты создал, но можешь оглянуться и понять, что ты сделал, насколько это ценно вообще, и там есть пять вещей, таких очень, мне кажется, очень классные, и если на это обращать внимание будут все основатели любого стартапа, это будет очень круто, потому что привносит осознанность, вот я сейчас повторюсь, там не мной придумано, но мне кажется, это такая глубина в этом всем американец, казалось бы, значит, первый пункт для оценки ценности товара или услуги это to have, что люди не имели до того, как вы запустили ваш товар или услугу или проект и что они начали иметь после того, как вы запустили, как правило, это базовый уровень, многие на этом и ограничиваются при принятии решения о каком-нибудь стартапе, то есть было-не было, to have, второй подуровень при оценке ценностей того, что вы создаете, а это можно говорить и о концепции или стратегии развития города и дальше, to feel, что люди чувствовали до того, как этого не было и что они начали чувствовать после того, как вы запустили ваш проект. Следующий, третий подуровень в оценке ценностей это average day. Каким был средний день до того, как вы запустили ваш проект, товары, услугу, что угодно, среднего какого-то потребителя и каким стал средний день в среднем после того, как вы появились на рынке с вашей идеей, концептом и значит to have, to feel, average day. И четвертый подуровень, вот здесь начинается высший пилотаж, это статус. В статусе есть три подуровня. И здесь начинается вот такая история. Первый подуровень в уровне статусе это какие истории начинают рассказывать о вас другие люди, узнав, что вы начали пользоваться тем или иным товаром или услугой. Истории, которые о вас рассказывают другие люди. Второй подуровень в уровне статусы. Какие истории вы рассказываете сами себе, начав пользоваться товаром или услугой. то есть истории сами себе, истории другие люди о вас, узнав, что вы купили часы и ходите в то или иное заведение или еще что-то. И третий подуровень в уровне статусе, что вы думаете, что о вас думают другие люди, узнав, что вы начали пользоваться товаром или услугой или чем-либо, к чему вы присоединились. Первая история сами себе, там неважно. Другие люди о вас истории какие рассказывают, это вас подогревает вам же это важно, это любому человеку важно, будь ты водитель трамвая или директор компании, основатель крупного бизнеса. И третий подуровень в уровне статусе, что вы думаете, что о вас думают. Представляешь, да? А есть еще подуровень, это я уже с одним умным человеком поговорил, четвертый, этого нет, Райана Дейза, что вы думаете, что о вас думают конкретные люди, которые для вас являются теми важными, не просто абстрактные люди, а именно те конкретные, которые для вас являются лидерами мнений или еще чего-либо, это статус. И пятый подуровень в оценке ценностей, это Эвилс ВС Гудс, это добро против зла или зло против добра. Какую ценность вы создаете, которая объединит людей в движение и создаст культ вокруг вашего проекта? Культ. Если то, что вы делаете, не должно стать культом, то вообще не стоит заморачиваться. Какую ценность вы создаете, которая объединит людей в движение вокруг вашего продукта и создаст культ. И ты представляешь, сколько уровней оценки? И это какая глубина? И вот если на берегу бы все делали такую домашнюю работу, и это не важно, это какой-то красный океан, голубой океан, это не важно. Придешь к нам в школу бизнеса прочитать? Прочитать? Что? Это же не мое, я ссылку могу дать. Не-не-не, то, что ты изучаешь этот материал говорит о том, что ты действующий тренер от бизнеса. То есть я бы позвал тебя почитать, поговорить с бизнесменами еще и в бизнес-школе. Ну и так обсудим. Я бы пришел к тебе поучиться, это да, мне это интересно. Спасибо огромное. У нас тютеры могут учиться других тютеров, и наоборот это важно. Это про повышение квалификации всем. Ну, как тебе это звучит? Скажи, круто. Да. Это очередная удачная систематизация, того, о чем мы все мыслим. Да. Одна из удачных. Одна из удачных. Спасибо огромное автору. Райан Дейс. Умничке. Жив здоров? Да. То есть можно тоже звать его в бизнес-школу, читать. Ну, думаю, в каком-то виде американцы летают куда угодно или дают какие-то... Сейчас телемосты... Да, это все сейчас доступно. Вот так. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы был фан в кайф и не заморачиваться, но в то же время сохранить вот тот ценностный подход через приз внутренние ценности, создать нечто, чтобы не было мучительно больно за потраченное время. А было тебе мучительно больно за какое-то потраченное усилие? Слушай, я не жалею ни о чем. Были ошибки, были поражения, и они и есть, и сейчас. Это все часть какой-то истории, поэтому они все ценны. И поэтому... Ну, вот так, чтобы там... А моральные вещи нет, такого не было. Таких не было историй. Были непростые решения. Это всегда. Слушай, ведь для... Вот как ты понимаешь, ведь нет выходных, ты не уходишь в никакой отпуск, ты вроде бы никогда не работаешь, но ты никогда не отдыхаешь, и у тебя наполняется все совсем другой осознанностью, там, все через призму того, что ты создаешь, все происходит в твое время, поэтому... Дальше у тебя ответственность, да, за ту команду, за тот коллектив. Вот у нас там в мышах Бляхера Дабл Декере работают 65 человек, но это приличный коллектив, да, с семьями, со всем. Это, конечно, это не тысячи людей, да, не десять тысяч, не тысячи, но тем не менее, это, как правило, и молодые ребята, и взрослые люди с семьями, с детьми, и поэтому это... каждое твое решение может там лишить их работы и чего-либо угодно другого. Ну, непростые эти все решения, которые мы делаем, не все их разделяют, не все идут дальше, кто-то разделяет с открытыми глазами, и поражаясь этому, очень ценно, когда к нам приходят и говорят, я хочу работать только у вас. И к нам пришла девочка, и это настолько ценно, там, да слез у глаз, в глазах, потому что она с высшим образованием, все, но она из глубинки, она приехала сюда, и мы сегодня говорили о речи, и у нее речь конкретная, с акцентом, таким, полтавско-петриковским, я ничего не говорю, там живут замечательные люди. Ну, это было проблемой для меня, там, принять решение, потому что речь, все-таки за красоту речи мы говорим о какой-то эстетике. Так вот, это был феномен, девочка взяла недельные курсы именно по культуре речи, они, ну, то есть преподательница сказала, что вообще полгода, первые результаты через полтора месяца какие-либо. Преподаватель, там, диктор, ведущая, там, телевидение и радио с авторским курсом, так вот, через неделю, когда девочка вернулась, это был другой человек, вот такое ее желание было, а вы меня дождетесь, а если, а если я приду, я то-то, то-то, и она приходит, и это другой человек, это другая вообще речь, за неделю, вот такое, знаешь, как это, тот, кто хочет делать больше, чем тот, кто может, вот это было тут налицо, такое желание, и это настолько ценно, ее желание, там, быть с нами, быть членом нашей команды, вот это дорогого стоит, конечно, такие истории. Тут ты увидел сам себя в зеркале, настолько ценно желание заниматься тем делом, которое ты выбрал, вопреки, несмотря на, и что даже время подчиняется тебе, можешь о скиллах, просто о скиллах, мы предположим, что в бизнес идет человек, или уже находится, человек, который ценностно догнал, осознал, понял, каким инструментарием ему стоит владеть, по твоему мнению, в обязательном, чтобы не потерять все, вот это вот, свое добро, просто потому, что он некомпетентен, просто по твоему опыту, вот с каким ты столкнулся, нужно знать, вот этот инструментарий, нужно владеть такими-то дисциплинами, сейчас именно об инструментах речь, вопрос. Слушай, на самом деле, любой бизнес, это и управление персоналом, управление отношениями, и с государством, и с партнерами, и с клиентами, партнеры, и, конечно же, опять ценностный подход, то есть, смотри, ценность такая, если бизнесмен ставит там, отношения с, счастливый сотрудник, делает счастливыми клиента, счастливый клиент приносит деньги, приходит вновь и вновь, и делает счастливым владельца бизнеса, вот тут вот так, партнеры, сотрудники, партнеры, клиенты, и там уже третий ты, ты не можешь знать все, и уметь все, и, конечно же, ты, это твоя команда, и ты, ты, конечно, можешь расширять свои скиллы, как бизнесмена, но все равно в тонких этих материях, ты никогда не будешь спецом, ну не можешь ты быть многостаночником, ну если ты феномен какой-то, поэтому все, по каким предметам, у тебя тройка твердая, вот там нужно брать классных ребят, которые будут помогать тебе компенсировать, я убедился по своему опыту, что нет шансов развивать свои слабые стороны, ну ничего, ты будешь ниже все равно среднего уровня, или в лучшем случае, ну ты будешь середнячком в этих скиллах, поэтому качает свой талант, а все, где у тебя слабые места, с сильными ребятами, у кого это таланты, и формирует так свою команду, и тогда это мощная история, а в остальном, вот это опять же, в общем, ну не конкретно, ну вот примерно так, в бизнесе там все, ну ты же сам понимаешь, это финансы, это все, потому что все-таки, кроме твоей личной реализации, конечно, любой бизнес должен давать финансовые показатели, это признак его успеха, там кроме, поэтому бизнес должен расти, развиваться, и должен сам себя воспроизводить, поддерживать, и иметь возможности, должен расширяться, улучшаться, уплотняться, все это должен бизнес генерировать, если этого не происходит, значит, там нужно набраться вот этой взрослости, и принять решение, что чуть-чуть похоже не туда идешь, там, и надо двигаться в другом направлении. Были пивоты, да? Я тоже подозреваю, пивоты были же, да? Что были? Пивоты, перезагрузки бизнеса. Слушай, пока, пока, все вот так циклично, мы пробуем, например, с теми же мышами, это, мне кажется, очень крутой кейс, там, потому что, то, что мы сделали, будучи, там, демократическим местом, там, с большими порциями, с доступной едой, с фаном, такой, демократической атмосферой, мы вдруг решили, что нам не интересно, мы взрослые, мы хотим фокусироваться на самом главном, что есть в любом ресторане, это на еде, и поэтому, когда там нам посчастливилось, что бренд-шефом стал у нас британец, англичанин, а это такие рабочие лошадки, это такие профи, что не снилось вообще, если собрать всех поваров, которых ты можешь знать в Украине, но это просто, не потому, что они такие плохие, у них нет вообще возможности, учиться стажироваться не было, сейчас-то есть, но не делает никто, мало кто делает, так скажу, вот, и этот Дэниел Фиппорт, англичанин, который приезжает к нам в Днепр, и мы начинаем делать вообще другую историю, это файн-дайнинг, это высокая кухня, ну, casual файн-дайнинг, потому что мы заложники того помещения, в котором находимся, это ресторан без окон, но тем не менее, и вот, представь вот эту историю, когда ты находился, в любой истории есть три лиги, первая, средняя, высшая лига, находясь где-то в каком-то табеле орангом первой лиги, низшей так называемой лиги, ты вдруг приезжает тебе офигенный шеф, и ты через кухню пытаешься прыгнуть в высшую лигу, перепрыгнув среднюю, вот, но атрибуты высшей лиги, это не только еда, это сервис, это куча, и ты понимаешь, вернее, ты понял это не сразу, а потом, что прыгнул в высшую лигу, ты не допрыгнул, и ты оказался в средней лиге, и это чистилище реально для бизнеса, там, говорю, наверное, не своими словами, но перенося на свой бизнес, оказаться в средней лиге, те клиенты, которые тебя воспринимали, как демократическое место, с большими порциями, дешевое место, понятное, такое традиционное, еда, как функция, или там, атмосфера, как функция какая-то, ты для них вообще, становишься непонятно кем, для них это дорого, маленькие порции, и вообще, вот the hell, вообще, что это происходит, и они перестают к тебе ходить, а те, твои клиенты, будущие, потенциальные, они тебя еще не воспринимают своими, кому можно еще ходить, и ты зависаешь в этом чистилище, в средней лиге, не являясь ни клиентом, тем участником, высшей лиги, и уже не являясь участником, ни шей лиги, и ты в этом чистилище, и вот, вот это было, такой, знаешь, момент истины, ты, ты или, было, продолжаешь, нет, было, было, получилось, я считаю, что получилось, мы выскочили оттуда, но это было, это было чертовски сложно, сколько времени заняло, слушай, я думаю, что, как минимум год, на самом деле, второй год, это тоже был выход, это фактически такой, серьезный перезапуск был, удерживаться, чтобы не скатиться, вниз приходится еще, то есть, надо постоянно отслеживать, или уже устойчиво? нет, на самом деле, это настолько высокий уровень, и что без каждодневной, невероятной работы, знаешь, там, как у Алисы, чтобы стоять, нужно бежать, вот, вот здесь то же самое, это каждый день, это невероятная работа всей команды, всего персонала, чтобы казалось, что ты держишь планку, на самом деле, это неврядный труд, потому что, вот там, стоя на той вершине, это трудно устоять, это очень, вот такое место, зыбкое, вот, вот как-то так. Самая сильная твоя черта для команды? Слушай, я, я очень открыт, ты понимаешь, мы все время вспоминаем историю про то, что, вот, есть фильм, я часто к нему апеллирую, про, Джиро Дримса в суши, о суши-мастере, ему 94 года, у него, там, суши-барная станция, это кийское метро, и вот, он ничего не выдумывает, всю свою жизнь он делает сеты суши, сегодня лучше, чем вчера, поэтому, если ты каждый день не будешь что-то делать, чтобы стать лучше, чем вчера, понятно, что есть конкуренты, конкурентная среда, все остальное, но самый главный конкурент, это ты сам у себя, если ты сегодня не стал лучше, чем вчера, вот, ну, и вот мы открыты, и вот эта атмосфера, я очень хочу, чтобы все в команде, каждый день это не прописано, что прогенерируйте 10 решений, направленных на повышение, улучшение, еще чего-то, это, вот то, что у нас происходит, это каждый в своих каких-то ответственностях, все время что-то придумывает, чтобы быть лучше, стать лучше, я сделал вот это, я говорю, круто, это класс, ты молодец, вот, а вот мы подумали, мы решили вот это сделать, и они это делают, это такое удовольствие, у меня прям бальзам, я просто заслушиваюсь этими всеми историями, мы подумали, вот сделали вот это, потому что это позволит нам высвободить время для того, чтобы мы уделили больше времени, внимания гостям, и вот то-то, 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 это просто, вот, и вот я считаю, что вот возможность создать такую атмосферу, вот, мне кажется, это один из наших талантов. А вот вы еще чем уникальны для меня, тем, что семейный бизнес, поскольку мы сегодня вдвоем, а не втроем, в студии, скажи, пожалуйста, у твоей любимой и партнера по бизнесу, самая сильная для команды черта тогда какая? Черта. Вот в ней-то что тогда, если в тебе вот так, а в ней? Слушай, я прям так сегментировать не могу, что у нас вот такие, вот точно роли распределены, точно они как-то, и вместе мы взаимодополняем друг друга, но это четко, она более системная, да, плюс женская какая-то эрудиция, чутье интуиция, вот, плюс она лучше разбирается в цифрах, чем я, вот, у меня твердая тройка по математике, вот, и поэтому я тут не выпрыгну из этого. Ну, твердая же, да. Твердая тройка, да, тройка, вот, и вот мы как-то вот... Но вы взаимозаменяемы тоже, да? Да. Вообще элегантнейшим образом, да, то есть если, можно задать вопрос вот одному человеку, а ответить другой, и... Я думаю, да, я думаю, да, потому что то, что мы делаем, это нечто общее, да, как изначально мы создавали нечто общее, как и сейчас, это продукт какого-то нашего взаимодействия и партнерства, вот, поэтому это никто не продавливает какие-то решения, это всегда какие-то договоренности, вот, и мы однозначно разделяем, что через ценностный подход только люди, которые готовы присоединиться к этой истории, вот они наши, они члены нашей команды, и многое для этого делаем, и личным примером, и работой, и общением, как-то так. И мы нисколько не осуждаем, мы благодарны всем тем, кто был с нами всё это время, потому что на том этапе у нас было сотрудничество, и мы давали друг другу, и как только вектор нашего развития перестал совпадать с теми членами команды, это нормальная история, нет в этом ничего, да, это болезненные вещи, вот, но вектор личного развития не совпадает, это нормально, и о ком-то мы сожалеем, о чём-то мы рады, что расстались, потому что нас, например, часть сотрудников, которые не готовы были расти вместе с нами, они просто тянули нас назад, и мы принимали тяжёлое решение, 6-7 лет вместе, сори, ребята, ну, мы не готовы дольше ждать вашего желания, там, поднимать, брать себя и в руки, и развиваться вместе с нами, идти с нами дальше, вы уже не соответствуете нам, или вы растёте, развиваетесь или нет, вот, и часть людей мы вот так прощались в таких беседах приватных. Если сравнивать город с управлением рестораном, да, и понимать, что ты в команде, а ты в команде, ты живёшь, и действуешь в этом городе, ты какую роль на себя сейчас готов взять? Не знаю, не готов, надо ещё понять, я чувствую, мне это не безразлично, я хочу присоединиться к этому, мне важен этот город, и с точки зрения, там, моего личного бизнеса, и в целом, это, это, очень, очень крутая возможность для какой-то реализации, в том числе, там, выходящая за рамки твоих проектов, это огромный масштаб, и хочется, вот, если мы говорим о атрибутах, да, и о ценностном подходе, вот, перейти к той, в шкале, где статус был, и когда ты, ты откуда из Днепра, и, 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 вау, правда, а расскажи, а как у вас, а что, и что правда, и что вот это, и вот хочется такого, и, представляешь, если ты часть этой всей истории, блин, ну, это же дорогого стоит, и как, и ты приезжаешь, и, и люди в футболках ходят, я люблю Днепропетровск, и это реально их решение, приезжают сюда и вывозят из городов, и чтобы эта любовь там транслировалась каждым горожанинам, или гостям города, которые приезжают, говорят, блин, я путешествую везде, и в Европе там было везде, но, блин, Днепр, это, это фантастика, это, 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 но так круто, когда поедем еще раз. И рассказывать конкретные истории. Конкретные истории, конечно. Хорошо, ну, вот, на этой ноте, мы пойдем поработаем, потому что есть, есть задачи по Ротмэп, кто хочет присоединяйтесь, независимо от того, когда вы смотрите этот эфир, работы в постиндустриальном городе много, однако, если с момента нашего эфира прошло 30 лет, пожалуйста, пройдитесь по улицам, и проверьте вот эту нашу футуристичную картинку, как люди, какие у нее глаза, посмотрите на инфраструктуру, посмотрите на то, как чувствует себя бизнес, и добро пожаловать в Днепр, Украина. Спасибо тебе. Спасибо тебе. ОУРАДИО ПИПЛ БУЗНЕС ЭДЮКАИН ОУРАДИО ОУРАДИО